Дорогие друзья, меня зовут Михаил Дзелягин. Я написал книгу, которую хочу предложить вашему вниманию. Название довольно сложное. «Цивилизация людоедов. Британские истоки. Гитлера и Чубайса». Это книга об Англии. Я не просто с уважением отношусь к английской политической культуре. Мне очень нравится Англия, и я довольно неплохо знаю эту политическую культуру. Она не всегда приятная. Но это самое эффективное, что в долгосрочном плане породило человечество за, по крайней мере, половину тысячелетия. Самое эффективное именно в долгосрочном плане. Английская политическая культура, я показал, как она складывалась, под влиянием каких факторов. Какие факторы были случайно исторические, какие факторы были обусловлены географически, какие факторы были вкладом самих англичан. Этого тоже довольно много. Почему нищая страна на задворках мира, имею в виду Европы, стала властелином мира? Мы все знаем, что фраза над владением... Мы все знаем фразу, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Мы забыли, что эта фраза была сказана про Испанскую империю. Нам кажется, что всегда была империя только одна. Да, потом она рассыпалась, потом пришла на смену Американской империи, которая сейчас рассыпается. Но удивительно, какие титанические усилия и совершенно незаметные со стороны, какую настойчивость прилагали англичане для борьбы. Каким образом они вырабатывали эту длинную волю, вырабатывают и сейчас в своей элите. Какие потрясающие социоинженерные технологии они разработали. И эти технологии, разработанные для прошлого колониального мира, похоронили их уже в 30-е годы 20-го века. И тем не менее, даже и по сей день, когда Англия, казалось бы, не имеет никаких ресурсов, она реально попыталась воссоздать Британскую империю. Сначала на рубеже 60-х, 70-х годов, создав офшорные банки и офшорный банкинг, и офшорный мир, который потом, правда, захватили американцы. И совсем недавно, буквально в прошлом году, в 23-м году, мы восприняли это как очередной разгул терроризма, но это была очень серьезная системная попытка, предпринятая англичанами, которая продолжается. Я показал, что две самые страшные чумы 20-го века, для нас, для нашего народа, фашизм и либерализм, были порождены Англией, были использованы английской политической культурой в своих собственных целях. И самое интересное, почему, выпустив эту чуму в мир, англичане защитились от нее? Почему они сами не заразились ею? Это тоже очень интересно. И, наконец, история Англии, как культуры, политической в том числе, дает нам потрясающий урок, который нам пора бы воспринять. Об этом моя книжка. Если вам это интересно, вы можете прочитать ее, подписавшись на Мобстартере. Ссылка, анонс в предложении. Спасибо.